Парады Победы в Угличе. Под таким названием в Доме Дружбы открылась выставка работ Виктора Колыхалова. Известный угличский фотограф на протяжении 30 лет выходил в День Победы на Центральную площадь. Фотографировал праздничные колонны и ветеранов войны. Несомненно, это великолепные документы эпохи, иной эпохи совершенно, так сказать, по своему характеру, по своему духовному настрою. Это люди, которые не терпели поражение в своей жизни, в отличие от нас. И, наверное, вот эти фотографии спустя еще десятилетия, может, десятилетия, образ этого времени героического, тяжелого, трудного для нас оставят, и до нас донесут, и донесут до наших покровов. Целая эпоха жизни нашего города запечатлена в работах Виктора Дмитриевича Колыхалова. События – люди, меняющиеся с годами, облик улиц. Посетители выставки вспоминали юность, находили на фотографиях лица своих родных и знакомых. На этой фотографии моя учительница по физкультуре, потом кто работал на часовом, многие врачи, Новикова здесь врач, участница войны, потом Тябут, а жена и муж, они участники оба были. И до многих можно увидеть и узнать. Мне очень понравились работы на них, вот как будто с помощью них можно окунуться в ту атмосферу старинную, старую, вот когда только закончилась война, и вот счастливые люди, и вот и ветераны. Испокон веков это, ну и бабушка участвовала, и мама, и я тоже каждый год выступаю на этих парадах. Мы поем военные песни. Намного меньше стало представителей того поколения, что очень печалит, но молодежь, поколение будущего, они все равно хранят память о тех временах, и как дань почета эти парады, они не утратили свои важности. На протяжении жизни Виктору Колыхалову посчастливилось выставлять свои работы в 18 странах мира. К сожалению, в 2012 году, на следующий день после Дня Победы, его не стало. На открытии выставки фотохудожников вспоминали как друга, коллегу и творческого человека. Экспозиция открыта в Доме дружбы до 8 мая. 9 мая часть работ будет представлена на Успенской площади. Это все мое родное, это где-то в глубине, это самое слятое, что осталось во мне. Это нас хранит и лечит, как Господня благодать. Оксана Олейникова, Иван Туркин, Угличское общественное телевидение. Иван Туркин, Угличское общественное телевидение.